Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Православие и русская литература» вместе с профессором, доктором наук Александром Николаевичем Ужанковым. Добрый день! На днях я закончил черновую редакцию перевода «Слово о полку Игореве». Сейчас, когда я вошел в дух памятника, я преисполнен величайшего благоговения, удивления и благодарности судьбе за то, что из глубины веков донесла она до нас это чудо. В пустыне веков, где камня на камне не осталось после войн, пожаров и лютого истребления, стоит этот одинокий, ни на что не похожий собор нашей древней славы. Страшно, жутко подходить к нему. Невольно хочется глазу найти в нем знакомые пропорции, золотые сечения наших привычных мировых памятников. Напрасный труд. Нет в нем этих сечений. Все в нем полно особой нежной дикости. Иной, не нашей мерой измерил его художник. И как трогательно осыпались углы. Сидят на них вороны, волки рыщут. А оно стоит. Это загадочное здание, не зная равных себе. И будет стоять вовеки, доколе будет жива культура русская. Есть в классической латыни литые, звенящие как металл строки. Но что они в сравнении с этими страстными, невероятно образными, благородными древнерусскими формулами, которые разом западают в душу и навсегда остаются в ней? Читаешь это слово и думаешь. Какое счастье, боже мой, быть русским человеком. Николай Заболоцкий. Автор одного из самых удачных переложений «Слово о полку Игореве на современный русский язык». И сегодня я предлагаю поговорить о слове о полку Игореве, потому что это основа, это матрица нашей культуры и, соответственно, русской классической литературы. И вот я помню свое восприятие в советское время этого памятника, этого шедевра русской культуры, когда ты читаешь и не понимаешь. Мы же не знаем древний славянский язык. Читаем только в подстрочном переводе, который очень такой приблизительный. И стараешься побыстрее это все прочитать, сдать зачет и забыть про это. А на самом деле там такие глубины смыслов открываются, если правильно его прочитать. Так вот вопрос в толковании. Вы этим занимаетесь всю вашу профессиональную жизнь. Расскажите. Я с вами абсолютно согласен, что для того, чтобы постигать смысл, должно быть усилие, терпение и усилие. Я всегда студентам говорю, что любое художественное произведение нужно читать дважды. Первый раз следить за сюжетом, второй раз следить за деталями, потому что деталь царится смысла. И обращая внимание на детали, просто можешь увидеть и авторскую идею, которую он закладывал в это произведение, потому что автор мыслит образами, он их и запечатлевает в своем произведении. Что касаемо слова «полку Игоря», это действительно основа нашей художественной, то есть той литературы, которая основана на типизации, обобщении, вымысла, в основу которой положены образы. Это действительно слово «полку Игоря». Но и принцип историзма. Это несомненно. Мы об этом с вами поговорим, поскольку, вот здесь я приведу одно замечательное выражение современника Игоря Святославича, ну и похода его на Половца в 1185 году, это епископ Туровский Кирилл. «Ибо историки и витии, иначе говоря, летописцы и песнотворцы, обращают свое внимание на бывшие между царями рати и ополчения и украшают их словами и возвеличивают проявившего мужество за своего царя и не поддавших сражениям плеча своего врагу». На что он обращает внимание? Что существуют историки, все речь летописцы, и витии, все речь песнотворцы. Вот о походе Игоря Святославича есть три произведения. Две летописные статьи, одна обходит в Лаврентийскую летопись, составлен этот рассказ, скорее всего, в Переяславском княжестве. И вторая повесть, это повесть, созданная в Идубицком Киевском монастыре игуменом Моисеем. И, наконец, третье произведение, это «Слово полка Игоря». Причем, что любопытно, если мы читаем «Слово полку Игорева», мы не можем пересказать сюжет. Вот это потрясающая вещь. Это я всегда проверял на студентах, даже студентах-литераторах. Я говорю, перескажите сюжет. Они пересказывают летопись, ту или иную. Понимаете? Но восприятие автора слова совершенно другое. Оно художественное восприятие. И если особенно Моисей в своей повести, вошедшую в летопись, абсолютно историчен, он до мельчайших подробностей описывает этот поход, что свидетельствует о том, что он был участником этого похода. Более того, он сам даже говорит в самый кумуляционный момент воскресенья, когда полупцу окружили русских, зажали их, оттеснив от воды. И тогда он говорит «се сниздошися на ны», то есть на нас, греси, и Господне наказание, сниздошися на ня». То есть по грехам? Совершенно верно. Он дважды подчеркивает, что на нас. То есть он себя причисляет к участникам этих событий. Вы установили авторство слова, что это действительно был монах Моисей и доказали это. Да. Дело все в том, что в слове «Полку Игореве» этот же самый момент описывается и тоже автором-очевидцем. Что мне шумит, что мне звенит, Игорь полки поворачивает. То есть если, вот в первом случае, потому что летописная статья была написана около 1187 года, то есть спустя два года после похода Игоря Святославича. Слово «Полку Игореве», опять же таки, этому и посвятил довольно-таки много времени, более 20 лет установления, времени написания, слово «не могло быть написано ранее зимы 1200 года». То есть вот спустя 13 лет Игумен Моисей возвращается к этой теме. Почему? Потому что она осталась в его сознании, ну, можно сказать, навечно. То есть на всю оставшуюся жизнь. По одной простой причине. Из пятитысячного войска, которое Игорь пошел и взял с собой, в живых осталось всего лишь 15 человек. То есть получается так, что вот и... Как удалось установить автора? Что и автор летописной статьи, это, в общем-то, ни у кого не вызывает сомнения, что это был Игумен Моисей, и автор слова «Полку Игореве» описывает один и тот же эпизод, но в первом случае он его воспроизводит по свежим следам. Как хронист, как летописец. Наверное, как летописец, потому что он работал над киевским летописным сновводом, завершил его как раз вот где-то в конце 1199-го или даже, может быть, 1200-го года, а уже слово «Полку Игоря» пишется как воспоминание событий, что мизвинит, что мишумит. То есть, он туда же, к этим событиям, уже мыслью своей, своим воображением возвращается. Историческое событие преломилось, превратилось в художественный образ. Пересмысленно. Но и в одном-другом случае, смотрите, один и другой, если мы пока не знаем, подумая, что мы не знаем авторов, упоминает Ирику Кояву, больше она нигде не упоминается, и Желю некую, то есть, вот то, что, так сказать, Желя поскакала по русской земле. То есть, ну, это жалость, да, так сказать, скорбь, туго по-древнерусски. Так вот, два произведения по-разному воспринимают одно и то же событие. То есть, в первом случае, летописная повесть. Это как раз историк-летописец. Вторая повесть, он так и называет, или слово, или повесть, или песнь. Жанры еще тогда, в конце 12-го века, они еще не сложились, поэтому и автор по-разному называет свое произведение. Так вот, в втором случае, то есть, когда он пишет, пишет слово о полку Игореве, он уже выступает как поэт, вития, и уже, естественно, художественные образы. И вот это послужило, с одной стороны, вот мы восторгаемся, что это гениальное произведение, а с другой стороны, послужило, наверное, или сыграло, точнее, злую шутку с читателем. Почему? Потому что они воспринимают за чистую монету художественные приемы авторские. Вот самое начало. Нелеполины бешет братья, начатья старими словесы слабопылку Игоря, Игоря Статаславича, начатья жизнь от той песни по былинам сего времени, а не по замышлению Баряна. Вот это вот слово, нелепо. Что? Не подобает, не пристало, не хорошо ли? Да нелепо. Мы это слово хорошо знаем, его не нужно переводить. Нелепо начинать старыми словами. А что такое старые слова? Старые слова это у вещи у Баряна, вещи ведун, то есть у язычника Баряна. Вот велесы внучья, там даже божья внучья и так далее. То есть автор сразу же, во-первых, соотносит свое творение с творением Баряна, он будет делать стилизацию под Баряна. Вот Барян бы вещи говорил бы вот так. Я не буду говорить старыми словами. То есть я не буду опираться на этот, на язык Баряна, на велесову внучья. А я буду что делать? Я буду говорить новыми словами. То есть там есть, автор заявляет, что он сохраняет некую художественную традицию, но уже выступает не как язычник, а как православный христианин. и соответственно образное, и смысловое, и стилистическое наполнение уже иное в этом смысле. Потому что вы все время об этом говорите, что соотносятся библейские тексты вместе с художественными текстами. Конечно. Но здесь же, понимаете, здесь какой момент очень важный. Вот когда он говорит старыми словами, старые или ветхие, это языческое, как ветхозаветное. И новые слова, это будет новозаветное. То есть это уже связано христианцем. Новые люди, это христиане. И поэтому он себя, естественно, считает новым человеком. Потому что он христианин. И естественно, он будет использовать уже священное писание. И будет опираться на него. То есть если мы глубоко копнем, вот тут тоже, вот я люблю, когда автор любого произведения, что в Древней Руси, что в новое время или новейшее время, а когда он задает интеллектуальную загадку для читателя. То есть вот не сразу он сам вывалился. Ведь глубина произведения, она в этом тоже проясняется. Потому что простота, она именно в глубине и масштабности. Почему? Потому что автор всегда дает ключ. И, скажем, в самом начале он помещает своего рассказа в «Слово полка Игоря», он помещает солнечное затмение. Вот солнечное затмение это и есть ключ к пониманию произведения. Потому что в летописях, мы знаем, солнечное затмение произошло на восьмой день похода. А тут взглянул бы Игорь на светлое солнце и видеть от него все свои вои прикрыты. Во-первых, это оксюмарон. Редкая, так сказать, троп художественной литературы. Солнце тьмой воинов прикрыло. Но с другой стороны это и смысл. Автор уже знает, что практически никто не остался в живых из этих воинов. То есть земля уже прикрыла. Это ключ-образ. Это с одной стороны. С другой стороны, почему он в самом начале ставит солнечное затмение? С одной стороны, вот тоже любопытно. Почему-то слово ополку изучают уже 225 лет, скажем так, вот со дня того, когда о нем стали говорить, не со дня открытия, они чуть-чуть раньше были открыты, но когда стали его изучать. Но тем не менее, вот какие-то вещи стали доступными только сейчас. Казалось бы, ну вот солнечное затмение. А почему? Потому что иногда, ну как вот в советское время, авторитет давлел. Вот когда-то мы все учились по учебнику Гудзе, профессора Московского университета. Вот он сказал, что должна быть перестановка. Переписчик ошибся или автор ошибся. Значит, вот то, что в самом начале солнечное затмение, надо поставить его там, условно говоря, на восьмой день похода. И он даже не заметил, что искажается смысл произведения, поскольку уже тогда инициатива похода будет принадлежать не и Игорю, а его брату села. Седлай бы свои борзые комони, а мои те оседлены у Курска напереди. Так вот, почему автор, я прежде всего обращу внимание на это, вот какой мне автор задал задачу? Почему он поставил в начале солнечное затмение? И потом я смотрю, что он делает. Он удивительную метафору разворачивает. Ну, во-первых, поход вызван гордыней Игоря, спал князю ум походи и знамение ему затмение заступило и хочу бы искусить Дона Великого, хочу бы с вами ручить копье преломить, и конец поля половецкого, а любое спите шаломянем Дону Великого. То есть, вот это вот хочу, а потом еще переднюю славу похитим, заднюю поделим, то есть, за славой, завоятебательный поход и гордыня. Гордыня в душе, то есть, помрачение души, а в природе это солнечное затмение. Затмение ума. Совершенно верно. И вот все это сложилось, и автор что делает? Он показывает, как Игорь, солнечное затмение когда происходило? В тот момент, когда Игорь переходил через пограничную реку Донец. Когда он на русской земле, солнце светится на небесе. Переходит и попадает во тьму. И тут вот потрясающе, я себе выписку сделал, чтобы поскорее примеры повести. И получается так, что весь поход Игоря Святославича происходит во тьме. Солнечное затмение длится всего там 3-5 минут, если полное солнечное затмение. А здесь получается, что весь поход во тьме. Взглянул же Игорь на светлое солнце и видя от него тьмою все своего и прикрытые. Дальше. Ступив злостремя и поехал по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше. Ночь, стонущая ему грозою птичь, убуди свист, зверин встазбисиадив, кричат вверху древо. И образ ночи. А половцы не готовыми дорогами побега шедовно великому кричать телеги в полунощи. Рцы лебеди распущены. Там везде день. Ну, а автор создает образ ночи. Долго ночь меркнет. Смотрите, а заря свет запала. То есть, вот где-то заиграла, а вроде бы не наступила. Мгла поля покрыла. Щекот слави успеет. Смотрите, все, так сказать, застывает, засыпает, покрывается тьмой. Другого не вельми рано. Что, солнце встает? Ничего подобного. Кровавые зори свет повидает. То есть, зори только предвещает свет, а он как бы не наступил. Черные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца. То есть, четырех князей, которые пошли в поход. А у них трепещут синие молнии. Быть и грому великому. Дальше. Пятница. Бой. Заранее до вечера. А дня и нету. С вечера до света. А свет, как бы, так сказать, наступил, потому что до света. Летят стрелы каленые. Третий у них полудню подошастясь, Игорь. Ну, полдень. Это самое светлое время дня. Темно было в третий день. Два солнца померкостно. Ну, имеется, Игорь, все, святославицы имеются в виду. Оба погрянные столпа. Погососта. Тьмоюся по волокосту. И теперь, смотрите, в полдень на реце на каяле тьма свет покрыла. Это же изумительная метафора. Игорь пошел в поход, не защищая русскую землю, а из гордыни нападая. То есть, он таким образом нарушает писанные и неписанные законы русской истории. Защищаться. Святая Русь всегда защищалась, а не колонизировала. Даже, мы же с вами говорили, в повести временных лет, это первый летописном своде, преподобный Нестер пишет, с этого начинается летопись, что Симхам и Афет, сыновья Ноя Праведного, разделише землю и заключили договор не приступать к пределам земли друг друга. Вот это вот то, чем должен жить древнерусский князь. Так и во время Всемирного потопа солнце ведь тоже не светило, оно как бы закатилось. Конечно, это знамение в Древней Руси в той же летописи, о которой мы с вами говорим, повести временных лет, там много примеров вот таких знамений небесных, потому что они предвещают что-то худое, не на добро знамени и бояре об этом в летописи говорят, княжи не на добро знамени и сет. А Игорь сказал, а что Бог сотворит нам или врагам нашим, а то женам едать, и понятно, кто будет оплакивать. Но я закончу вот этот момент, потому что смотрите, путь домой у Игоря он начинается из тьмы. Вот исторически в летописи мы знаем, что это происходит на ветерной зорке. Солнце садится, полосы напились кумыса, думают, что Игорь уже отдыхает, он помолился, в летописи говорится, взял икону и крест, может крест на себя положил, наложил, и тихонечко из шатра этого выбирается. По гасоша вечеру зори, в полуночи, смотрите, обратный путь, когда из самой темной точки, да, из полуночи, и вот в полуночи уврул свистну за рекою, это тот уврул или лавр, крещёный половец, который помогает Игорю бежать, и полете соколы под мглами, смотрите, мгла, ещё солнца нет, побег удался, приближается они к пограничной реке Донец, соловьи веселыми песнями свет подвидают, то есть они ещё, мы знаем, на рассвете соловьи поют, то есть ещё свет не наступил, но они уже предвещают, то есть радостная, она провозглашает, что солнце, с одной стороны, вот сейчас солнце взойдёт, а во второй, второй момент, это Игорь уже приближается к родной земле, Игорь переправляется через пограничную реку, солнце светится, на небеси, князь Игорь в русской земле. Тут ещё один очень важный момент, для древнерусского книжника, нового человека, христианина, русская земля залита солнцем, христианским учением, половецкая земля, она ещё находится во тьме, потому что она ещё языческая земля, и вот из этой языческой земли Игорь возвращается в залитую солнцем, то есть просвещённое христовым светом русскую землю, потому что русская земля это православная земля, это синоним, с которым мы будем встречаться постоянно в древнерусских творениях. Вы отмечаете в своих работах, в монографиях, что сам побег удался только потому, что осознал свою гордыню и каялся. В результате покаяния Господь помогает Игорю в его... Дело всё в том, что незадолго до этого похода Игорь Святославич ну, в общем-то, совершил преступление, княжеское преступление, потому что он взял насчёт город Глебов у Переяслава. Мы знаем, что приблизительно вот с 60-х годов XI века происходит противостояние двух княжеских родов. Это киевских князей Всеволодачей или Мономашичей, мы больше их знаем. Ну, Всеволод ярославец, отец Владимира Мономаха, ну и вот отсюда. И Ольгувичей или Черниговских князей. Но Игорь в общем-то не первым нарушил уже немножко устоявшегося равновесия, а Владимир Глебович годом ранее, когда они ходили в поход против половцев, Игорь не позволил Владимиру Глебовичу ездить напереди, то есть тот, кто впереди, тот опустошает половецкие вежи. И сказал, что нет, все вместе будем идти. И тогда Владимир Глебович, вот тут тоже гордыня сыграла, он поворачивается и идет в Новгород, северские земли, то есть стал опустошать земли Игоря Святославича. Игорь тогда то, что называется, стерпел. Но вот спустя год, так сказать, он собрал дружину, он взял на счет город Глебов. То есть ну око за око, зуб за зуб. Ветхий человек. То есть вот когда гордыня, тут вот совершенно очевидно это чувствуется. Но вот теперь, когда он попал в плен, а должен заметить, что русские князья до Игоря Святославича в половецкие земли в плен не попадали. Вот это первый случай. И тут тоже очень важно. Игорь ведь как говорит, что переднюю славу похитим заднюю поделим, лучше жны потяту быти, нежели нам полонену быти. То есть лучше мы погибнем, потому что мертвые сраму не имут, чем попасть в плен. То есть он автор, тоже поэт, он вкладывает судьбоносные слова в уста Игоря. То есть лучше погибнуть, чем попасть в плен. Конечно. Для чести князя, конечно. Для славы князя, конечно. А вот Господь по-другому совершенно. Вот тут мы видим, как разворачивается божественный промысел о человеке. То есть вот ты хотел славу, получаешь бесславие. И более того, вот это бесславие, он должен то, что называется, испить до конца. Почему? Потому что бежать из плена это самое последнее дело. Потому что за него должны были заплатить честь, то есть выкуп. А он бежит бесчестно, то есть без выкупа. Он, собственно, и находился там в плену, ожидая, что за него заплатят. Выкуп очень большой, это почти годовой доход такого княжества, как Смоленское. Заодно пленную русского князя, как они ценились в Полоцах. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим и вот это разворачивание то, в самом начале вы сказали. Мы видим, как разворачивается божественный промысл не просто сам по себе, а сознание древнерусского книжника, оно было историчным, и он сравнивает действительно события русской истории с ветхозаветными. Такая ретроспективная историческая библейская аналогия. Потому что в 586 году до Рождества Христова царь Сидыкия отправляется в поход на Египет. И зачем тебе путь в Египет, чтобы пить мутную воду из реки ее? Накажет тебе нечестие твое, говорит пророк Еремия. Почему вот происходит вот это соединение того похода и этого? Мало того, что один попадает в плен, второй попадает в плен, так самое главное это. Солнечное затмение происходит 1 мая. Это день памяти пророка Еремии. И тогда мы видим, как одно накладывается на другое и как происходит вот это ну я не буду приводить цитаты с экономией времени. как это происходит. Там египетский плен к чему приводят то, что Еремия не покаялся, что его земля разрушена. Точно так же, как и здесь. Редко рота кихо, куть, но врань летают трупы себе, деля часть слава полку Игоря. И получается так, что слава полку Игоря порядка 70 скрытых экзегез. То есть, вот цитат из книги пророка Иеремии. Полкование интерпретации. Именно, именно так, потому что вот на каждую библейскую есть, так сказать, авторская ремарка. И самое главное, что Господь говорит, и если у Иеремии, и если взыщите меня, всем сердцем взыщите меня, то возвращу вас из плен. Иеремия говорит, что если придете, ко мне и взыщите меня, всем сердцем взыщите меня, то возвращу я из плена. Чем заканчивается слово полка Игоря? Игорю Бог путь кажет из земли половецкой, в землю русскую к отнюю злату столу. Без покаяния не может быть прощения. Значит, о чем слово полка Игоря? Это слово полка Игоря как раз свидетельствует о том, что как евангельские слова, как на небесах больше радуются об одном раскаившемся грешникам, нежели о 99 праведниках, не имеющие нужды в покаянии. Потому что Господь призывает к себе неправедных, но грешных на покаяние. В Древней Руси еще говорили виновен да повинен, то есть повинился Богу не противен. Ну вот на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. В следующей передаче мы поговорим о русской православной житийной литературе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова